Всем привет, с вами канал Опыт Течера. Сегодня мы с вами поговорим о графических планшетах. То есть сегодня у нас такой небольшой оффтопчик. Хотелось бы вам рассказать, где можно использовать данные графические планшеты и где мы сами их используем при преподавании. Окей, данное первое приложение, которое я использую, это называется Microsoft Whiteboard. Она очень удобная тем, что здесь у нас есть сразу несколько инструментов, которые мы используем вообще при преподавании. И также все отсюда можно экспортировать в качестве PNG документа, либо же изображение высокого качества SVG получается. Так, теперь здесь кроме этого еще видите, у нас дается все сразу в клеточку и данные фоны их можно будет менять. То есть здесь вот они, видите, разные здесь даются. Можно будет их менять. И также она очень хорошо технически, как бы сказать, адаптирована на нажатие графического планшета. То есть когда мы нажимаем посильнее, она, видите, у нас идет более жирно. Ну, в принципе, это идет на всех стандартных специализированных программах. То, что здесь Whiteboard, она такая легкая, быстро ее можно использовать. Где ее можно найти? Ну, здесь вот. Называется цифровая онлайн-доска. Доска Microsoft, она, в принципе, доступна бесплатно. А в Microsoft Windows 10 она идет бесплатно. Сразу уже у вас она есть. Окей. Теперь первое, с чего мы начнем, это с онлайн-досок. В принципе, про онлайн-доски у нас есть видео на нашем канале. Одно из них можно сказать про iDrawo. Мы сильно так на каждом приложении останавливаться не будем. Их можете там погуглить, поискать в YouTube, какими пользоваться. То есть, здесь вот элементарно он все воспринимает, что это графический планшет. И можно, как говорится, писать. Раньше мы использовали сервис AWAP. Сейчас я его вам покажу. Но, к сожалению, почему-то сейчас он не воспринимает планшет. Да, и, в принципе, и мышку тоже не воспринимает. Не знаю, напишите. Может быть, вы знаете, в чем проблема. И работает ли вообще AWAP у вас. А так, до этого она была, в принципе, бесконечная. Можно было использовать, писать и писать. Потом это все сохранять в PDF и так далее. Было очень удобно. Скидывали ссылки учащимся. И они там тоже работали все вместе. Но сейчас, почему-то, я не знаю, он не идет. От блока выключали, все равно не идет. Так, iDrawo сказали. И недавно у нас был как раз-таки ролик про Jamboard. Это от самого нашего гугла идет. Здесь тоже очень удобно. Видите, мы здесь вот расписывали прям все пространство. Фон можно будет менять. Вот так вот. И тоже он, в принципе, чувствует, что это графический планшет. То есть, при нажатии тоже есть некое техническое исполнение. Да, этого. Так, это были у нас онлайн доски. Теперь пойдем к видеоконференциям. Это будет Zoom у нас. Вот у нас идет Zoom. И, как вы знаете, здесь у нас есть доска сообщений. На самом деле, очень удобно вот эта доска. То есть, встроена в сам Zoom. Даже лучше, чем вот эти iDrawo, AWAPI, которые Jamboard я показывал. То есть, идет непосредственно сама конференция с учащимися. Проводите урок. Нажимаете на демонстрацию экрана, доска сообщений и совместное использование. И вот, все. Здесь вот у нас уже все есть. Чертим то, что нужно. Да, вот кубики, квадратики и так далее. Здесь у нас все имеется. Различные вот инструменты, стрелочки. Вот, допустим, сейчас мы в девятых классах проходим. Виктора очень удобно. Ну, различные инструменты. Окей, это все сами потом пощупаете, посмотрите. У кого есть графический планшет, вот очень удобно. То есть, не нужно открывать какие-то дополнительные приложения. Те же самые онлайн-доски, да, либо Microsoft Whiteboard. Просто здесь у нас все есть, да. И здесь также есть несколько вот... Можно добавлять и другие страницы, да. Не знаю, сколько ограничений. Но, в принципе, нам за урок штук шесть хватает. И этого достаточно, да. Вот здесь вот можно менять толщину. Да, вот пишем, например, F равно MA. Либо там рисуем какие-то углы и так далее. Все, это очень удобно. И потом это все можно даже и сохранить. Да, вот давайте посмотрим в папке, как она будет показана. Так, вот она. Сохраненная у нас здесь. Вот так вот у нас. Видите, конечно, качество немножко сжимается. Но, в принципе, все выглядит отлично. Так, окей. Вот это теперь закрываем. Так, зум давайте тоже закрою, чтобы он не мешал. Так, теперь следующее, что хотелось бы рассказать. Это про... Кроме Microsoft, у нас есть еще Paint. Да, то есть стандартный наш Paint. Если вы хотите, делайте скринкаст, да. И объясняете детям, допустим, некоторую тему. Да, там пишите дано. Ну, здесь толщину немножко побольше можно поставить. Дано и так далее. Так, кисти вот здесь вот разные. То есть можно будет поиграться, да. И так далее. То есть обыкновенный наш Paint тоже можно использовать здесь у нас. Вот так вот порисуем. Так, все, это тоже закроем. Нет, это нам не нужно. Теперь перейдем к приложениям, которым мы пользуемся, наверное, ежедневно. Да, это Office. Из Office именно PowerPoint и Word. Ну, давайте вот начнем с... У меня здесь лежит это PowerPoint. Здесь... Так, это у меня немножко новенькая версия 2020, кажется. Здесь получается, как только вы касаетесь именно планшетом здесь, у вас здесь появляется такое, как рисование, вкладочка. Вот нажимаем на рисование. И здесь вот есть различные инструменты, да. Вот, допустим, берем карандашик. Здесь убираем толщину, которого нужно. Цвет. И что очень прикольно, здесь есть такие, как бы сказать, разноцветные, да. Либо текстурные штучки, маркеры. И вот, когда пишем, они там отдают текстуры. Очень-очень красиво так. И что также очень удобно, в PowerPoint он чувствует вот это вот нажатие. Вот, допустим, вот так берем. Видите, он сначала тонко идет, потом, когда нажимаем, он все это чувствует. Ну, и, конечно же, это все зависит от планшета, да, от давления. Там какая-то характеристика есть. Но, в принципе, стандартные, маленькие вот эти планшеты тоже подойдут. Да, вот смотрите. Вот такие вот штучки здесь есть. Но, если у вас PowerPoint немножко старый. Так, где он у меня? Вот он, 2013 года еще есть. Здесь тоже есть. Только он, как только вы касаетесь планшетом, у вас здесь появляются инструменты для рукописного ввода. И вот есть ручки. Что мне здесь понравилось? Есть преобразовать фигуры. Когда его нажимаете, допустим, рисуете треугольник, он преобразует треугольник. Да, вот так вот. Хоба. Хотим квадратик. Хотим даже там вот такой. Ой, не дорисовал. Вот. Главное, чтобы они все соединялись, да. Вот так вот можно. Вот это убираем. И то же самое здесь пишем. Допустим, C квадрат равен A квадрат плюс B квадрат. Также он чувствует толщину давления, как мы с вами нажимаем, да. Так, ну то же самое. Есть стандартные ластики здесь у нас есть. Все, что не нужно, он удаляет именно то, что вы писали. Да, вот так вот. Хоп. Полностью. А, это не удаляет. Окей. Так. И далее у нас идет Microsoft Word. Вот, допустим, открыли Microsoft Word. И здесь прям непосредственно то, что вы, допустим, задачки можете поставить. Да, задачки поставили. И прям здесь же и решаете. Да, допустим, вот у нас шла задачка. Да, ну это у нас просто тест. И пишите, да, там дано. Так, обратно он у нас выбрал какое-то другое. Галактическую, да. Давайте выберем простую, черную, да. Вот, допустим, серую. Дано там. Решение и так далее. И потом это все, оно сохраняется. То есть вы можете сохранить и скинуть своим учащимся. Да, не нужно будет, допустим, распечатывать это все. Потом писать от руки, сканировать и так далее. То есть при графическом планшете это все упрощает. Вы можете просто взять, здесь вот написать решение. Вот здесь вот, допустим, я детям нашим писал. Вот здесь вот записи. Это все сохраняется. Либо вот отдельно здесь, как на А4 написали. И получается, взяли, сохранили и отправили своим учащимся. И, в принципе, это, как бы, минимум, который у нас используется в повседневном нашем преподавании приложения. А так, кто, допустим, рисует, им тоже будет очень удобно, да, к примеру. Так, окей, если у вас будут вопросы по также применению, пожалуйста, пишем в комментариях. Мы ежедневно просматриваем, что вы нам пишете. И, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал Опыт Титчера, оставлять комментарии и лайки. Окей, всем спасибо большое за внимание и до свидания.